Здравствуйте, дорогие! Сегодня мы с вами уже будем переносить на доску. Давайте с вами, во-первых, разберемся, что нам нужно сделать с доской. Чтобы не искривить наше изображение, чтобы точно сделать все красиво и гармонично, нам нужно обязательно расчертить наш ковчег пополам. Здесь у нас, получается, проходит линия, делит пополам вертикальную сторону, а здесь получается горизонтальную. А когда вы сделаете вот такой вот крест на доске, то же самое потребуется сделать на пальчике, чтобы у вас было четкое деление на сегменты. Почему? Когда мы переводили, мы совместим с вами эти два креста, и будем точно знать, что у нас изображение не исказилось, что оно у нас лежит ровненько, и что мы, в общем-то, сделаем достаточно правильно, и у нас не будет никаких искажений. Значит, когда мы делали с вами на курсе горка, мы проходили, что мы заштриховываем мягким карандашом оборотную сторону и потом переводим на доску. Сегодня я вам хочу показать, как с помощью угля, вот это у меня уголь обычный, древесный, можно тоже перевести на доску. Что для этого делаем? Мы берем уголечек и просто заштриховываем наши линии, которые мы будем переводить. Обращаю ваше внимание, что линию у нас с оборотной стороны, то мы заштрихуем кальку или ксерокс, кто с чего сводит. Я вам все-таки рекомендую сводить с ксерокса, чтобы было как можно меньше ошибок, потому что любой посредник, мы с вами говорили, это он увеличивает количество каких-то неточностей. И если у вас есть возможность свести с ксерокса, это было бы замечательно. Вот так я заштриховываю, соответственно, весь свой лиг. Внизу одежды у меня не переведены, я их нарисую от руки, так тоже можно делать. Но если вы в своих силах не очень уверены, то лучше, конечно, перевести все с ксерокса или с кальки. Я тут в себе немножечко поувереннее себя чувствую. Я знаю, что я вполне смогу это нарисовать. Ну да, и предположительно, смотрите, на кальке, видите, у меня уже обрисован более-менее ковчег. То есть я знаю, как мне располагать мою икону, как она располагается у меня в ковчеге. Ну вот я перевела, значит, потихонечку... Не перевела, а заштриховала кальку древесным углем. И я знаю, что древесный уголь, он достаточно легко стирается. Поэтому, если вы используете эту технику, вам все равно придется все отрисовывать от руки, либо краской, чтобы у вас было все более правильно, более точно. Вот у меня, соответственно, такая получается калька, да, с оборотной стороны, все у меня в угле. Можно также использовать пигмент. Это тоже не страшно. В общем, способов переноса достаточно большое множество. Теперь я совмещаю два креста. Вот хорошо видно, что у меня линии не видно. И что еще делаю? Я беру такой вот ластик. Я больше люблю использовать ластик клячу, чем малярный скотч на иконах, потому что малярный скотч все-таки он... Ну, вот для каких-то таких работ, где точно не будет золота, но здесь тоже не будет золота. Ну, вот в данном случае я вам показываю на клячу. Да, вот такой ластик художественный. Он продается в художественных магазинах. Пусть у вас будет как палитра целая, да. Вы знаете, множество способов переноса. Вот он так тянется, похож на пластилин. Но это не пластилин, это ластик. Поэтому он не оставляет следов. И я закрепляю свои уголочки. Сейчас мы вот это уберем. Да, то есть я беру, кладу под каждый уголок доски, чуть-чуть этой клячки. Она потом легко уберется у меня с помощью того же ластика и не оставит никаких следов. И опять же теперь совмещаю два перекрестия. Так и так. Вот. И зажимаю, соответственно, кальку на этот ластик. Ну, вот у нас, видите, что получается, что немножко я сместила. Вот здесь вот линия одна, а здесь реально вторая. Значит, я просто что делаю? Передвигаю. Все у меня мобильно достаточно. Этим тоже мне нравится кляча, что можно в любой момент поправить все. Да, малярный скотч, там, отдираю его потом. Ну, в общем, под разные задачи можно использовать разный материал. Ну, вот скажем так, да. Сейчас мы все разгладим. Ну, и чем переводим? Переводим все так же ручкой. Теперь ничего сверхъестественного, нового не придумано. Значит, берем ручку. Обычный шарик. Вот, да, лучше, чтобы она не пишущая была. И аккуратненько по всем линиям, точно так же, как мы делали на горке. Делаем перенос. У меня калька уже была в работе, когда мы делали с вами грязаль. Поэтому мне чуть-чуть посложнее будет. Ну, где-то, если я допущу ошибку, потом мы ее исправим, да. То есть я вот беру и каждую линию переношу. И все равно думаю о том, какая у меня форма, да. Что у меня за форма. Если у меня волосы, значит, это определенные тоже будут движения. Ну, и давлю я, соответственно, не сказать, что сильно. Наверное, как я обычно работаю, как я пишу тексты какие-то, ручкой. Вот такой же у меня нажим. Ну, правда, я несколько раз прохожусь. Так, ушко у меня уже будет скоро. Значит, вот эти вот морщинки, да, мы уже не переводим. Мы уже натренировались с вами на нашей грязале. И знаем, как с ними работать, с морщинками. Подсказок у нас уже на этом этапе быть не должно. Но мы уже с вами выросли, немножечко подросли, чтобы заниматься такой более серьезный, да, серьезный писательник. У нас уже с подсказками попробовали. Теперь будем без подсказок. Так, губа. Носик. Глазки. Пека. Бровь. Так, с этой стороны, с другой стороны. И здесь пошла. Обязательно смотрим, как у нас плечики располагаются. Располагаются здесь. Да, и вот где у нас будет личное. Вот, в общем-то, и все. Теперь давайте проверим. В филе мы перевели. Открываем. Так, вот я смотрю, что у меня не хватает ушка. Я не смогла сделать. Сейчас я опять совмещаю крест с крестом. Да, вот так. Здесь совместила, здесь. Вот так вот еще немножечко совместила. Вот, и перевожу мое ушко. Немножко там как-то мне не понравилось, как глаз был сделан. Сейчас мы его посмотрим. Так, еще разочек открываем. Ну, вот такой у меня получился перевод. Что еще вот здесь нужно сделать. Так, еще посмотрим, что-нибудь перевелось у нас. Ну, в общем-то, все. Вот такой перевод, да, вышел. Что я сделаю? Сейчас я убираю клячку. Видите, она легко достаточно убирается. Можно, если там какие-то следы остались, так слегка потереть. И что буду делать? Я буду все это отрисовывать. Отрисовывать я буду уже лежа. Потому что так мне будет достаточно... Ну, вот здесь вот, видите, я еще забыла. Но это я уже от руки дорисую тогда. Немножко, чтобы не было попроще, чтобы все-таки был более гармоничный образ. Сейчас, да, я буду от руки отрисовывать уже горизонтально, на горизонтальной поверхности. Значит, вот это первый такой этап перевода. Второй этап, это уже, получается, отрисовка. Отрисовку я сделаю карандашом. Вы увидите как. А потом еще, может быть, повторим кистью, да, где-то какие-то красивые выведем тонкие кончики. На этом пока все.